К новому летнему оздоровительному сезону начинают готовиться сразу же, как заканчивается предыдущий. В этом году более 54 тысяч детей смогут отдохнуть в лагерях различного типа. Всего в регионе готовится к открытию 536 организаций оздоровления и отдыха. Большая часть из них – школьные лагеря, на втором месте лагеря труда и отдыха, а далее загородные и палаточные. Организации и типы разные, но требования ко всем строгие. Подготовка к летней оздоровительной кампании, она, конечно, многопланная. Это не только подготовка базы объектов детского отдыха, которые должны соответствовать требованиям антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, санитарным условиям. Но это еще и подготовка кадров, во-первых, потому что подобрать кадры, подготовить их – это очень проблематично, это очень непросто на какой-то короткий период найти, во-первых, квалифицированные кадры, а во-вторых, подготовить. Это подготовка вожатых. Особое внимание в подготовке уделяют безопасности. Чтобы детский отдых ничего не омрачило, сотрудники различных надзорных органов проверяют все – воду, состояние территории, мебель, персонал и даже поставщиков продуктов. Все это тщательно изучается Роспотребнадзором. Детский отдых должен быть не только безопасным, но и интересным. Чтобы ребенок на каникулах всесторонне развивался, с лагерями сотрудничают библиотеки, музеи, детские спортивные школы и школы искусств. Также методисты организации оздоровления и отдыха разрабатывают тематические смены и придумывают мероприятия. В этом году в лагерях детям расскажут о годе семьи, освобождении Ленинграда от блокады и о поэте и прозаике Александре Пушкине. Приоритетом нашей летней оздоровительной кампании является усиление именно воспитательного компонента летней оздоровительной кампании. И здесь в каждом лагере должна быть своя программа воспитания. Это есть требование, такое поручение Министерства просвещения Российской Федерации в каждом лагере, детском лагере в России, в каждом лагере имеет своя программа воспитания. Кроме того, в каждую смену есть своя программа смены. Она может быть тематическая, она может быть образовательная, она может быть профильной. И смен и тем очень много. В этом году у нас более 60 смен пройдет движение первых. В этом году в девяти лагерях пройдут инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями здоровья. А с 1 января 2025 года каждый лагерь должен будет оборудован всем необходимым для комфортного отдыха детей-инвалидов.